Никитос, начни с этого серию про нашу поездку на монтаж дома Скаут 89 квадратных метров в Сараево, Москва. О, в гостях из Скаут-сказки. И говорят, что надо разыграть таблички с цитатами Ангараева. Но для того, чтобы разыграть таблички, надо же на них что-то написать. А Ангараев все свои цитаты забыл. Поэтому, пожалуйста, подписчики, во-первых, не забудьте подписаться. Опа, полынья. Во-вторых, напишите в комментариях цитаты, какие достойные табличек. Давно вы известного блогера не видели? Скучали, небось. По-прежнему он ведет блог, который никто не смотрит. Здесь весной люди сплавляются. Причем, ну, интереснее, конечно, что я не услышал. Хотя я там не был. Но здесь мне нравится. У тебя камера включена хоть? А, кстати, непонятно. Да, 22-й год. В этом году будет 30 лет, как я хожу в походы. Меня мой имам, кстати, спрашивает. А что, говорит, вы в походы-то зимой ходите? У вас, говорит, спальники, что ли, с подогревом? Или еще что-то? Вообще, зачем вы ходите в лес? Я говорю, а... И кто же не знает, зачем он что-то делает, например? Зачем люди в горы ходят? Не, ну, на природу какая разница, летом ходить или зимой? Каждое время года свои есть плюсы и минусы. Например, нет комаров сейчас. Да, плюс, что сейчас нет комаров, поэтому мы ходим в лес, потому что нет комаров. А по поводу подогрева, просто подгорает от ваших комментариев, и поэтому тепло. Напишите ваш комментарий, нажмите вот на колокольчик, вот на этот. Так, на какой? Вот на этот. Нажали вот так? А теперь на лайк нажмите. Сюда. Да, Диман? Да, ну, на самом деле, зимой ты, как бы, можешь поехать в то же самое место, что и летом. Как бы, ничего выдумывать не надо. Но пейзажи будут абсолютно другие. Главное, ничего не выдумывать. Дэ, волков. Класс. Зимние походы. Ходите, ребята, в зимние походы. Так, это не фигня, это начало новой серии о гостеприимстве. Сейчас мы с тобой пойдем, наконец, уже отсюда, в кибитку. Геннадий, Александр. Посмотрим о том, не о том, а на то, что с ними произошло. Ведь забота о госте – наша работа. Привет, мы в Сараево, Москва. Для начала сходим, посмотрим кибитки. Здесь не был с июля. Вот, и полгода эксплуатации. Сейчас глянем вообще, здесь же применяли новые материалы. Ну, для себя новые материалы, как они себя вообще ведут. Ну, во-первых, что можно сказать про доску? Доска была абсолютно черная, вот, но она стала желтоватая, загорела, да? А, давай, кстати, по-на-русски быстро пробежимся, а потом согреем. Вот, ну, видно, да, выделение смолы на черном, это более заметно. Значит, видно, что вентиляция в санузле работает и используется. Видно белое такое, да, пятно. Вот. Явно здесь сторона там, где больше летнего солнца. Видно, что со смолой, да? Ну, и вот это вот, в принципе, надо быть готовым к тому, что фасад может выглядеть не очень аккуратно. Именно потому, что смола по-черному, когда течет, она гораздо более контрастная. Мы потом посмотрим на смолу на сером. Здесь гостей нету, мы сейчас зайдем, посмотрим. Так, ну, конечно, все хорошо, только не очень. Петр, Петр, пожалуйста, убери отсюда москитные сетки. Они тебе до мая точно не нужны, а их здесь сломают. Так, значит, кресла от Иранда живые, нерасшапанные. Все у нас тут. Вот. Короче, вот там солнце садится, там закат. Есть несколько досок, которые прям хорошие, мощные, смоленные. Если вас это смущает, то не заказывайте дома с деревянной отделкой. Вот. Ну, пойдем домой. Камил, ты наволочку потеряла. Я тебе занесу. Уважаемый Петр, очень хорошо, но, пожалуйста, уберите отсюда вот это изделие. Во-первых, здесь есть теплый пол. Во-вторых, Петь, ты хоть и иудей, но купи конвектор, он стоит 3000 рублей. Нормальный. Вот. Надо разуть. Никитос, ты скотина, что ли? Ты вот что с кроссовками сюда зашел? Здесь люди будут жить. Ну, ладно, зашел ты сюда с кроссовками. Я думаю, не ты один сюда заходишь с кроссовками. Как себя чувствует Мармолеум? Есть мелкие микроцарапины, но в целом очень хорошо себя ведет. Я не буду скотиной, я сниму обувь. Мало того, что я сниму обувь, так я еще сниму куртку, потому что бесят, когда люди приходят смотреть дом, в котором мы, например, раньше жили. И такие в куртках ходят. Я думаю, что ты в куртках ходишь? Ты домой пришел, в гости. Что ты ходишь в куртке? Разденься, видишь? Здесь специально все сделано для этого. И еще Петь. Но смысл же этих домиков в том, чтобы красивое показывать. Что ты вот это опускаешь? И это самое. Температуру здесь Петь прибавь. Здесь не жарко. Понятно, что он быстро нагреется. Но прибавь температуру, брат. Так. Внутри. Внутри стало чуть-чуть пожелтее. В принципе, будет... Вот эта деревянная отделка, она будет... Вот это, видите, выделяется? Вот пример такой будет. Вот это все светленькое. Это куда солнце совсем не попадает. Вот. А туда, куда солнце попадает, через стекло, оно желтеет. Ну, так ведет себя сосна. А вот, например, это фанера. Фанера. В Питере, кстати, говорят, как легко вычислить питерцев. Они говорят, фанера. И в Костроме говорят, фанера. Так. Мы не затягиваем этот обзор. Камила! Всегда, когда приезжают гости, вешаем новый рулон туалетной бумаги и делаем его вот так вот. Красиво. Сейчас. Пальцы на морозе замерзли. Вот так, короче. Хопс. Хопс. Вот так вот. Ну, можно еще плюнуть, наверное. Вот так вот. Оп-таки. Потом повесили. И такой... Оп-стрелочка. И вот это вот, например, что? Что это, например? Я не знаю, что это. А! Это у нас водоподготовки здесь нет. Соответственно, накипь накипает. И, значит... Волод. Что у нас тут вообще? Ладно, унитаз мы сейчас отрегулируем. Съехало сиденье. Это мы отрегулируем. Значит, что у нас внутри? Внутри у нас все хорошо. Все живое. Плитка. Плитка в идеальном состоянии. Здесь вопросов никаких. Значит, деревянное окно. Штапик. На него льют воду постоянно. С ним нет ничего. Все хорошо. Можно здесь не переживать. На это все. Значит, затирка. Все в хорошем состоянии. Короче, главное. Что было узнать? Что мармолиум, как напольное покрытие... А, ну вот. Вот здесь он обтерся. Потому что у этого стола жесткие пластиковые деревянные ножки. И туда, видимо, песок приклеился. И вот этим песком шкурит, абразивит. Это не бросается в глаза однозначно. Столешница. Столешница в идеальном состоянии. Это не натуральное дерево. Сейчас, Никитос, включение. Что бывает с натуральным деревом? Так. Значит. Мы в отельчике. Ну, такой отельчик, короче. Неплохой. Из плохого попытка сделать в очередной раз деревянный слэп потерпела братанская фиаско. Вот. Ну, ничего ты, короче, не сделаешь в мокрой зоне. Там, где все время готовят, там будет так. Там, где не готовят, будет так же, но только чуть-чуть получше. Кухня из вот этих железишных штук вполне себе опрятно выглядит. Да. Что хотелось еще показать. Это, значит, вот эта стена и потолок из ламината. Ну, вот так вот. Вот так. Ну, во-первых, да, вот эти вот, вот эти штуки. Ну, и в принципе, не бесят, конечно. Не бесят. Но если бы это была просто чистая гипсокартоновая стена, было бы сильно лучше. Ну, вот, кстати, неплохая лампа. Вот. А еще очень удивительно странное решение. Это мы в РУЗе. РУ. Так. Странное решение включать свет в туалет. Это не туалет. Это душевая с писсуаром. Ну, и это вот нормальная такая тема. Сделать раковину из старого остова швейной машины. А может, они старые сейчас на Алиэкспрессе. Они все продаются. Вот. И еще одно довольно странное решение. Ну, стоишь, зубы чистишь. Сплевывая с писсуар. Ну, почему бы и нет? А еще довольно странное решение делать отделку потолка керамической плиткой. Ну, вот так вот. Вода плохая. Значит, ну, это просто надо лучше отмывать. Да? Значит, заглянем под раковину. Под раковиной у нас пять. Посмотри, посмотри, походу, надо менять фильтры. Возможно. А может и нет. Так, тут все чисто. Холодильник. Камил, холодильник надо помыть. Ну, лучше его надо отмыть. Так. Да, вспомнил. Не забудьте подписаться, поставить лайк, подписку, колокольчик. Че тут? А тут вот че. Сломали. Сломали. Вот они. Сломали крепление вот это пластиковое. Так же сломали. Такая дрянь. Вот эти пластиковые царги мебельные вообще бесят конкретно. Че там? Давай. Так сойдет. Пойдем, Ген. Ну, первое, кстати. Из-за того, что снег здесь плохо убирают, здесь лед петь, лед убери. Террасу, короче, надо ниже опускать. Из-за этого, смотрите, выскочила резинка уплотнительная. И террасу надо опускать ниже. Максим, террасу надо ниже опускать. То есть надо делать не в ноль, а как минимум пять, может быть побольше даже сантиметров. Значит, опять же мы разденемся и включим свет. Свет здесь должен быть красивый. Вообще, кипитка Геннадий оставляет у меня всегда очень приятное ощущение при посещении, потому что она, хоть и не до дом, но она гораздо больше приспособлена для жития. Значит, фанера. Вот это уже дверцу меняли. Смотрите, здесь вровень, а здесь в пират. Мы думали это из-за того, что мы красим водной основой, да, на водной основе. Потом мы покрасили на производстве, на мебельном производстве, значит, на полиуретановом лаке. Один фиг это случилось. Значит, надо перейти здесь на МДФ. Значит, что тут у нас? Сухой трап. Канажкой не пахнет. Здесь сухой трап. Почему сухой трап, а не гидрозатвор? Здесь же не пользуется, это же аварийный трап. Если бы мы поставили сюда гидрозатвор, он пересохнет и пахло бы канализацией. Вот, ладно. Так, ну, мебель в нормальном состоянии, тут понятно. Ну, пойдем смотреть санузел. Камил, у тебя тряпка упала. Тряпка у тебя тут упала. Так, унитаз. Там церсонит, здесь гиберит. Внутри стеклопакета обнаружена какая-то гниль. Может, это смола, конечно. О, господи, что творят эти жигули. Так. Вот это не наши теперь окна. Их мы не ставим. Вот. Из них вылетела уплотнитель. Ладно. Я не понял, что это там в стеклопакете. Вы видели такое? Я вообще впервые в жизни вижу. Как это... Как будто грибок. Ну, как... Так, смотрите. Здесь мы делали вот это решение ниже. Для того, чтобы для тот... Для тот, кто принимает душ, не я, у него было высоко. Но... Когда мы будем делать их вновь возобновим кибитки, мы здесь будем делать бортик. Потому что брызжет вот туда. Значит, вот здесь что я могу сказать. Это, видимо, обычный был душ. Душ, который просто покрасили в черный. Ну, наверное, любой черный просто красит. Короче, краска слезла здесь. Вот. И вообще, в целом, душ обтерся об железку вот эту. Она, конечно, удобная. Она не сгнила. Все хорошо. Но вот об нее немножечко красочка сбилась. Вот. А здесь новый рулончик бумаги. Камил, ты молодец. Хвалю. Значит, хромированное это... Из-за того, что здесь вода жесткая, как бы ни вытирала, Камила... Вот сейчас вот оторву кусок, потом скажешь мне, я же ты же сам сказал, чтобы они были новые. Хотел протереть туалетной бумагой. Ну ладно. Протру так. Из-за того, что вода жесткая, видны разводы. Любой советский человек знает, что окна, которые с разводами, а потом газетой протер, и норм. Лучше вообще ставить белый, например, или матовый. Так. Как себя ведет фанерная дверь? Она закрывается и открывается. Она и закрывается, и открывается. Это хорошо. Так. Это у меня теща так делает. Это я не специально. Она просто... Вся семья ее ходит. Вообще, моя жена, ее сестра и теща ходят вот так подобно. Иногда это бесит, конечно. Кухня. Опа! Накладка на месте, а здесь опять украли. Я же сказал, Петь! Я говорю, Петь, наклей посади на космофен. Воровать не будут. А всем накладки нужны. Я понимаю, это Москва. Здесь как бы тяжело с накладками. В Казани гораздо лучше снабжение. Вот. Значит, что у нас в шкафчиках? Шкафчик у нас озерчай и серчай. Ага, все нормально. Плита работает. Работает. Для того, чтобы открыть холодильник, надо подвинуть стол. Вам что, непонятно? Камил! Тут кто-то молоко забыл. Так. Полы. Давай начнем. Короче, здесь жесткая эксплуатация. Естественно, никто ничего там не бережет. Мармолюм в идеальнейшем состоянии. Просто в офигительном состоянии. Так. Ну, полезли на лопат. Лофт. Хорош лофт. Что сказать? Хорош лофт. Высоко сидеть. Хорошо лежать. Можно вот так вот целый выводок Энгараевых положить. Явка какая-то. В общем, фанера не провисла. Кроме вот здесь угла. Вот здесь. Видите, угол вот так вот немножечко прошел. В целом нормально. Ее, по-моему, на потолок не клеили. Если б клеили, наверное, было бы лучше. Так. Ходим мы в спальню. Да, вот кто-то снес порожек. Ну, здесь порог, да, потому что там один модуль, здесь другой модуль. Для хорошей звукоизоляции здесь стоит обычная дверь уличная. Но решение неплохое такое, типа раздеваться. Такое нормальное. Вот. Здесь все живое. Полы приятные, теплые. Для теста мы там сделали полы на норвежском кабеле Nexons на воздушной прослойке в контргрусе в тридцатке. Не сам рек, а второе слово забыл. Просто в воздушном. Здесь положили панели зебра алюминиевые такие. В Челябинске делают. Если Игорь Панасюк еще раз мне в комментариях напишет, не яс, я тебя третий раз зову, приезжай в Челябинск. Я, наверное, даже приеду. Сейчас мы проверим. Лампочки-то работают, нет? Ну да. Ну, хорош. Петь. это хорошее решение. Оно довольно удобное. Невозможно споткнуться. Вот так вот идешь и думаешь, а свет-то здесь вообще есть? Есть. А лампочки тут горят? Нет. Петя! Лампочки не горят. Петухи не горят. А там лампочки горят? Там лампочки горят. Вот такой вот короткий обзор, что случилось с кибитками за полгода. Ничего с ними не случилось. Надо подрегулировать дверцу слегонца. Она такая немножко ходит. Надо лампочки заменить. Здесь лампочки горят. Для того, чтобы у вас дома не было продувания, вот так делайте. Потому что в таком режиме видите лед? Почему? Потому что она не плотная и лед там не загрязывает. А если вы закроете вот так и сделаете вот так, оп, дверь встанет в свое положение правильное. Ну что, пойдем скалок смотреть, да? Или это другая серия? Нет! Это что случилось с кибитками? Это ц... Мы сняли короткую серию на 15 минут. Как давно мечтали, да? Нет, ну давай сейчас. Значит, короткая серия на 15 минут плавно превращается в 30. Значит, кибитку Александр мы точно не будем производить. и вот один парень мне напишал напишал яс, типа, вы чертежи ее нам дадите, продадите. Я говорю, ладно, я подумаю. Ну, у нас нет планов ее делать. По поводу кибиток Геннадий есть моменты, которые надо усовершенствовать. Вот я сюда приехал в том числе, чтобы посмотреть, как она себя ведет при эксплуатации полугодовой. Нормально она себя ведет. И есть желание продолжить. А будет ли возможность, узнаете в следующих сериях. Так, я, короче, пришел в баню в гости к Петру в сарае. И тут смотрю, что-то затирку, похоже, перетирали. Везде вот. Звоню ему, говорю, что опять, затирку, что ли, перетирал? Я, дамы мазались какой-то израильской глиной. И теперь короче, вот так вот, короче, тут. Нормально. Я с чуполы моешь? Нет, израильскую глину оттираю. Наконец-то. Что, ты сиди будешь снимать? Вставай. Я работаю так. Так, мы с вами в скаут дачи, в Сараево. Это Дима. Смотрите, мы специально попросили его надеть шорты, типа, чтобы тепло. Вы же все спрашиваете, а тепло ли в наших домах? Конечно, тепло. Вот, человек в шортах. Дим, скажи... Всем добрый день. Да, ты им скажи просто, что тепло, и пойдем стройку свою покажешь. Скажи, здесь тепло, потолки не давят, а балку не задеваешь. Ну да, то есть, ничего не задеваешь, все хорошо, все тепло, отлично. Да, все отлично, все тепло. Сейчас пойдем... Никитов, ты не мог бы акцентировать внимание? Это самострой. Это... Значит, вот там дача, вот здесь хостблок. Хостблок размером, ширной модуль какой? 4? 3 метра они. 3-3. А шириной? 3 на 2, короче, ну, короче, 3 на 3 почти. Вот. Значит, значит, 3 метра, 3 метра, а так 4? Ну, так где-то, да, там 4 полчаса. 4 метра. Сколько миллионов? Ну, в районе около миллиона плюс. На текущий момент, то есть, это еще не доделано ничего. Плюс ворот надо делать, плюс, еще, ну, доделаться будет периметр, ставятся вертикальные решетки, согласно, вот новому дизайну, так сказать. Короче, миллион, это просто вот в таком состоянии. в состоянии, да, в состоянии, да. Текущее состояние дел. Текущее состояние дел, значит, мы имеем, давай сюда заглянем. Да, там внутри посмотрите. Да, миллион, это, как это, теплый контур, только холодный. Холодный, абсолютно. Теплый контур, но холодный. Есть терраса, есть крыша веранды. Кромная сделана, то есть. Кромная сделана. И все. И это миллион рублей. Да, это материалов здесь получается где-то в районе 70%. Вот. Ну, ты рекомендуешь, вот, ну, то есть, от момента проектирования до момента изготовления, то есть, это, ну, просто время ваше. Сколько? Ну, вот уже на текущий момент у нас получается плюс 6 месяцев. Ну, это, как бы, нормально. Ну, закончим. Зато у нее же в очереди стоять надо. А, ну да, есть такой момент. Зато в очереди не стоишь, как бы, тебе не холодно, реально? Ну, вообще тепло. Да. Вот это бы я бы на твоем месте так не делал. Нет, вот этот стиль, ты повторил, все правильно. Да, я пытался. Но здесь должна быть глухая доска. Если ты зашьешь, будет лучше. Хорошо. Ну, будем считывать в этот момент. Да. А здесь будет ворота? Нет, здесь просто будет рейка, но и вход такой сюда. А, рейки и скаута. Рейки и скаута. Придется повторить, прийти с циркулем, все, и все, и повторить. Ну, вообще, смотрите, как классно получилось. То есть, это гостиная, скаут-дачи 50, и из этой же гостиной можно выйти и пройти к Мелёвану. Там. Что там будет? То есть, здесь гараж, здесь терраса, ну, то есть, терраса для того, чтобы просто отдыхать, потому что не хочется на улице сидеть, тут достаточно сильные ветра. То есть, здесь столики, диваны и так далее. Здесь все велосипеды, техника, ну, там всякое утварь потребовало место. Можете посмотреть, вон там снять в ту оконку, там были велосипеды, и как бы, некуда их поставить. А здесь просто взрывница, какие-то, ну, какие-то хоз, эти самые, лопаты повесить и так далее. Смотри, вот пойдем в дом. Сейчас, короче, новая мода продувать дома. Ну, сейчас все продувают дома. Ты хотел бы свой дом продуть? Давайте продуем, вопрос, вопрос зачем. Да, есть смысл. длинные. Ну, допустим, вот тебе дом продуют, и скажут, у тебя коэффициент, ну, например, там, не знаю, 3, или 5, или 2, что-то поменяется? Ну, в целом, наверное, для меня, наверное, ничего не поменяется. Но, твое спокойствие уйдет. У тебя из-за розеток дуешь? Нет, нигде. А, ну, надо, чтобы дуло. Надо посмотреть, чтобы дуло. То есть, я не чувствовал нигде, то есть, вот, детрад здесь достаточно интенсивный, то есть, я нигде не чувствовал, что есть какая-то вообще, в принципе, ну, аномалия с точки зрения холодного сетока. А у соседа? Ну, это надо у тебя спросить, но вроде бы уже ничего не дуло. А ты не помнишь? Я просто реально не помню. Здесь 150 или 190? 150 здесь, по-моему. 150 и там, 150. Наверное. А типа в новых потом 190. да, и здесь высота, кстати, 2400. Ну, да, а не 2400. то есть все в порядке. Вообще неправильный человек, конечно, для демонстрации домов, но... Нет, он просто приросит. Да. Все, а то мы выглядим, как тюфяки. Все помнишь, да, эту ситуацию? Я, по-моему, с тобой списывался, они приехали, кондиционерщики поставили по дефолту простые, черные. У меня пошла вибрация очень сильная. Ну, как такая, относительно, это не инверторный, поэтому он очень сильно вибрирует. Далее ты мне прислал то, что должно быть. Они там бывают синие, зеленые. Вот я зеленые подвески кондиционера подбирал. Соответственно, даже вот видно сейчас, что вот эта часть у него легче, вот эта тяжелее. И что, передается? Вообще ничего не стало. вот, я же говорю. Сказал прям сразу же все. Хотя кондиционерщики утверждали, у вас все равно все будет передаваться. и вот сейчас Витя Борисов, ну, включишь потом. То есть, если интересно, мы же вибрацию им не передадим. Витя, короче, Борисов приезжал, они не хотят так делать. Я говорю, ребята, это рабочая тема. Абсолютно рабочая тема. Только не ставьте вот эти обычные, просто контактные, резиновые, ставьте пружинки. Единственный вопрос, который остался, это от кондиционера сделать, может быть, дренаж сразу же сюда-нибудь в правильное место, потому что он сейчас льет по одному. И что он у тебя сколько нальет? Зимой он ничего не льет. Не знаю, просто сказал. Летом он тебя вот такой в ладошки, короче, нальет. Ну, вот лето было жарко, то есть лил хорошо, там кардан пива ходил, ну, у собака. Классно. Ну, да, да. Ну, и все. Думать надо не только о себе, но и о собаке, и о кардане, кстати. Уже возраст такой, по-русски пара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клининг. Энгарая, домик. Да, видите, теплые полы что творят? Сейчас будем вам дом показывать, а вы будете смотреть. Но для начала вы должны подписаться и поставить лайки. Если не поставите, то не будем смотреть. Здрасте. Начнем мы презентацию нашего нового дома. Вот с презентации этих досок. Видите дырки? Это была полностью собранная решетка для этого дома. Но только, видите, дом серый и решетка серая. А дом должен быть черный. Если дом черный, то решетка серая. А если дом серый, черный. Мне, значит, мои... Ну, это тактический прием был. Привляю внимание, чтобы подписались. Мне, короче, мои говорят. Яс, никто же все равно не знает. Типа, давай, че мы сейчас будем деньги тратить, время? Давай, значит, поставим на серый дом серые решетки. Никто же все равно не разберется. Я говорю, я говорю, вас сдам. Вы знаете, говорю, про Каина и Авеля. И, говорю, про этого, знаете еще? Про Павлика Морозова. Я говорю, я всем скажу, чтобы все потенциальные клиенты следили за вами. Что если дом серый, то решетки черные. А если дом черный, то серые. Они такие... Все, пошли. Он еще не доделан. Но мы не будем этого ждать, потому что нам надо завтра уехать. Утром, рано. Или сюда. Да, вот. В общем, заходим. Это связь, да? То есть, это веранда при входе. Так выглядит этот дом. 89 квадратных метров. Сейчас Никитоз вставляет планировку вот так вот. И мы заходим. Значит, заходим с правой ноги. Мы с вами в связи. Допустим, вот вы бардака там не видите. Вот. Значит, видно, что дом серый. На самом деле дом белый. О, кстати, многие просили, чтобы мы сделали розыгрыш. Вот. И разыграли дом. Именно в этой серии будет розыгрыш. Только тот, кто досмотрит до конца, почти до конца, вот, имеет возможность увидеть, как мы разыгрываем дом. Ну, так вот. Значит, при входе. Здесь сделаны зоны, грязные зоны. Здесь теплый пол. Он прям хорошо теплый для того, чтобы обувь мог, мокрое высыхало за ночь. Значит, сюда можно поставить шкаф. Вешалку, сюда, сюда, неважно. Здесь один из электрических шкафов, где, значит, стоит там. Ну, в общем, что надо, то и стоит. Смотрите. Это была попытка понять, будет это хорошо или нет. Мы покрасили. Если весь дом внутри белый, то мы сделали связь такого же цвета, как улица. Для того, чтобы достичь эффекта, как будто бы мы находимся на улице. Пойдемте сразу посмотрим на бардак. Вот. Но потом мы смотреть не будем. Улица серая. Значит, это супер вообще анклавчик. Сюда можно поставить рольставни. И когда вас нет, закрывать. Открывать. И здесь уже ставить там ваши дорогущие грили. И вот это вот все. Можно хранить всякий хлам, например. Значит, обратите внимание. Мы заходим в окно. В узкое окно. Обращайте внимание на габариты. То есть, оно реально узкое. Для чего оно? Это то же самое окно, что мы используем в спальне. Мы сейчас его увидим. Короче, это штука, которой вы будете пользоваться довольно редко. Вот. Но, тем не менее, пользоваться будете. Связь соединяет между собой дом и дом. Но может соединять между собой дом и баню, например. Да? Сейчас будете спрашивать, а где, ну, смотрите, планировки бани? Нет пока. Вот. Значит, мы входим в дом, который является... Ну, с этого вот этого места начинается любой наш дом. 56 квадратных метров, 30... Ой, 53 квадратных метра, 26 квадратных метров. Короче, ну, из прошлой серии ты можешь вставить прям в раздевалку. Не, не можешь? О, лентяй вообще. Ладно. Значит, здесь технический шкаф, в котором уже неделю подрядчики, которые в этот дом должны завести воду, не могут сделать. Вот это, видимо, система водоподготовки, раз вот соль. Здесь, соответственно, фильтры расширительные, гидробак, бойлер. Какая-то вот красивая от Грунфос система управления. Здесь может стоять теоретически стиралка. Вот, но выбрали какое-то здесь вот другое решение. Как обычно, это санузел. Санузел-версия с ванной. Здесь может быть версия с душем, вы знаете. Если здесь версия с душем, то здесь такая глухая перегородочка. Отсюда мы в душ заходим. Здесь стиральная машина, здесь сушильная машина, здесь инсталляция. Наконец-то мы ставим теплый пол наверху. Вот, его удобно включать, выключать. Здесь есть резервный источник отопления, если теплый пол по каким-то причинам не справляется или вышел из строя. Это дверь, окно матовое. Например, хорошо поросят сюда грязных запускателей заносить на руках, ставить, мыть и обратно отправлять. Мы с вами из санузла и прихожей попадаем в зону гостиной. Сегодня были клиенты, которые заказали у нас гостиную. Это гостиная из трех модулей. Раз границы модуля, два границы модуля, три границы модуля. Они заказали модуль, расширяющий гостиную. И гостиная будет вот в этой, заканчиваться, короче, здесь. Я должен был показать, насколько он длинный. Чего ты сюда пришел? Тебе не слышно? А, тебе слышно? Напиши в комментариях, тебе слышно или нет. Вот. Расширяющий модуль гостиной, вот планировочка вот так вот вставилась. Что там можно сделать? Там можно сделать постирочную, там можно сделать кладовку, там можно сделать комнату интроверта. По сути, это и есть в габаритах комнаты интроверта. Вы не подскажете, что происходит? Блин, москвичи вообще, крыша у них съехала. Чего ты, чего ты? Ну ладно. Расширяющий модуль гостиной вставили? Вставили планировку. Там можно, в общем, спать, мыть, хранить и так далее. Здесь, значит, диван. Два-триста сегодня приезжали тоже люди, которые говорили, а куда ставить диван? Диван вы можете поставить сюда. Диван вы можете поставить сюда, если печки не будут. Спросите, что это за печка вообще? Вот. Как обычно рекомендую, зенитный фонарь, который не только, но и остальное. Значит, это странная комната, которая мне очень нравится. Это комната, в которой может быть шкаф. Сюда можно поставить стол и делать уроки с видом на соседский профнастильный забор. Сюда можно поставить кровать, если это один ребенок. Можно поставить двухъярусную кровать, если это два ребенка, либо так, либо так. Если это будет дом не 53 метра, а 56 планировка, шырк, она еще будет туда глубже. Это соседняя комната, значит, ну, это классическая комната, которая 53 квадратных метра, в которой еще не поставили наличник. Здесь, значит, встает шкаф. Здесь, значит, встает кровать. Если это версия дома, который габаритный, для того, чтобы проезжать на узкие участки, здесь, значит, ширина, кровать встает только так. Но ее так тоже можно поставить, но выходить неудобно. Если это не габаритный модуль, то кровать можно обойти и слева, и справа, и та можно обойти. Вы будете спрашивать, это что-то такое, это система приточной вентиляции с подогревом бризера, ее можно включать как пальцем, так и через блютуз. Ну, что-то она там не включается, ну, включится, наверное. Вот, по умолчанию, когда бризеров нет, ставится, значит, система клапанов приточных. Вот здесь клапан ставится, там, где ставится бризер, там же клапан, и вот там бризер, и вот здесь клапан, а здесь вытяжка. А на кухне, кухне может быть фоточку, вот вставь красивое вот такое, или там видео вставь вот такое теперь красивое, замучишься, монтируй. Здесь пенальчики могут быть, духовочка там, вот это вот все. Здесь все посмотрели. Обратите внимание, насколько прекрасные, а не омерзительные эти, как они называются? Ну, когда стыкуются одно с другим, напишите в комментариях, я забыл. Вот, тут вот система этого, да. Здесь, во-первых, связь оказалась какая-то гигантская просто, и я очень горячо рекомендую ее использовать, потому что она просто преображает дом. И здесь прямо рядом можно, не знаю, жить, диван ставить. Соответственно, вот если это комната, там у вас, например, может быть мастер-санузел, вот тут у нас как бы филиал все инструменты РУ. Здесь может быть складовка, гардеробная, санузел, мастер-санузел. Обратите внимание на толщину стены она, вот. Здесь можно поставить кресло, здесь можно поставить Марселя в угол. Здесь большая комната, а на большой площади, не помню какой, вот. Соответственно, здесь можно кровать поставить вот так вот и смотреть в большие панорамные окна. Можно поставить кровать вот так вот и смотреть в большой панорамный телевизор. Сюда можно согнать всех детей и сказать им, дети, вот и спите, короче, здесь. И бегаете здесь, а мы вот там. То есть разная концепция может быть. Как я уже говорил, мы, двери у нас хорошие, и вот с телескопическими наличниками. И вот это вот все. Спросите меня, что вам еще надо? Ну, я просто реально... Кстати, за этот приезд в Москву мы сняли кучу разных серий. Будет, видимо, второе интервью с Петрушей. Будет, как мы продували этот дом. Мы сходим в гости в другой дом. Короче, и везде вот ссылки мы сможем, наверное, поставить, да, везде сослаться. В общем, спасибо вам большое, что вы нас смотрите. Спасибо, что вы подписываетесь. Вас уже больше 50 тысяч. А кнопку дают за 100. Радоваться вообще пока нечему. Но мы радуемся. Кстати, мы скоро снимем какую-нибудь серию, которую опять никто не будет смотреть. Вот мы снимали серию про Максима, про собак, которую посмотрел никто. Снимем серию про человека, который воспитал меня, Никитоса, фараона, мою жену, моих детей, половину наших сотрудников, половину других сотрудников, Максима Собачника, Аида Петровна Горбунова, лучший человек на планете. И мы скоро снимем с ней интервью. Напишите, какие вопросы вы хотели бы задать человеку, который, ну, вот такой вот, да? Что? Мы ничего не начинаем. Мы начинаем только начинать. Ох, ёл, там-то улица конкретная, да? Сколько, 235? 225. Ты ему двойной подбородок не снимай. Зато будет, блин, чему стремиться. Зато когда ты приходишь в самое паскудное состояние, а потом все, что не делаешь, все к лучшему. Так точно. Понимаешь, у нас вылетело где-то? В слуге, что ли, у меня улетело? Да, да. Ох, херанало. А мы такие, такие, что с ней делать, короче. Давай-то мы на все папки, короче, что-нибудь сделаем. Кстати, тут температура вообще низкая. Вот справа. А, вот это что? Справа улица. Да. Ноль. Короче, смотри, Серег. Розетка без ППУ. Поставь руку. Поставь прибор. Поставь прибор. Ох. Пять метров в секунду там было. Нам надо будет вставить в эту же серию продувку этого дома. И это будет одна большая серия про продувку. Получается, у нас будет экскурсия по этому дому. Постарай его из дачи крутейшая. Потом у нас будет продувка, а потом будет большой интервью с Петрушей, где он будет рассказывать, что за продувка, нафиг она нужна вообще, как с ней пользоваться и что ей делать. В общем, мы на производстве в Казани, где производят точно такие же дома, которые мы продували, значит, в Подмосковье. Мы решили, что все-таки надо до конца раскрыть тему, связанную с... Давай, давай правильно. С замером краткостного обмена. Вот. Короче, появилось много вопросов у людей, связанных, то есть, в информационном поле. Очень много витает. Сейчас это такая острая, короче, тема. Приехать, продуть дом. Ну да, а теперь погнали на улицу! Вот это задняя сторона дома. У меня, кстати, есть друг, тоже скаут. И когда он на каком-то родительском собрании сказал что-то там про задние ноги, у него спросили, скажите, пожалуйста, а вы кто по образованию? Он сказал, я военный. А ничего, вопросов никаких нет. Вот это задняя сторона дома. Наверное, она как-то по-другому у архитекторов называется. Но, типа, это некрасивое место, где вот красивая решетка. Вот. Здесь, типа, у вас парковка и вход, да? А мы сейчас его обойдем со всех сторон. То есть, вот эта связь, вот это здоровенное окно, это связь. И вот это, типа, вот так вот. Да. Дальше, значит, вот это тоже галерея, это вход. А что? Не, мы просто пройдем, и если я смогу что-то говорить, я буду говорить. А если не смогу, то и не буду. Значит, вот, кстати, Никитос, ты чуть не это. Вот. Значит, это дом, который можно ставить глухой частью к соседям, понятно. Поэтому здесь нет никаких окон. А давай вот оттуда мы что-то будем говорить. Ну, погнали. Знаменитые сараевские бархевичные поля. А ты не хотел бы, чтобы дом был виден? Ну, скажите, это же красивое. И мы же не только показываем, но мы еще и продаем. Пойдем к нему. Значит, вместо вот этих вот, вот этого отсека слева от связи, связи, теоретически, может быть баня. Когда-нибудь мы ее спроектируем, и когда-нибудь она появится на сайте. Вот. Ну, пока, короче, мы вот топчемся. И все хотим сделать лучше и лучше. Та версия, которая раньше была, мы ее грохнули, она какая-то ущербная, короче. Вот. Значит, как связь выглядит, снаружи я уже показывал. Здесь будет на этой большой веранде подсветочка. Сейчас они спотики поставят. Здесь будут красивые решеточки вот так вот. С фоточки поставят. Никитоз замучается монтировать эту серию. Ну, а вот здесь вот как раз вот это окно, то же самое окно, оно в связи, да? Вот мы из него выходили. Оно узкое, оно 50 сантиметров, что ли. Ну, это просто возможность выйти. Вот. Да, обратите внимание на эти сливные бачки, которые вы любите от унитаза. Мы от них не отказываемся и не собираемся отказываться. Ну, остановились вот, значит, вот на такой верхней. А я думал, что фасад... Оооо! Крайний из Магикан. Начали, привезли сюда в воскресенье. Ну, то есть, меньше недели. Дом практически готов. Если бы не тупанули с этими решетками, ребята бы сегодня уехали. Ай, про неремонтопригодность. Мы же сейчас доску на фасад бьем, на гвозди. Вот. И там в одном месте был такой скол. И я думал, что это будет тяжело. Ребят, а сложно было доску снять вот там, где ремонтировали? Очень сложно. И она вся расфигачилась. Да. Да, короче, доску снять сложно, и она вся расфигачивается. И поэтому, ну, надо... Просто если вы доску повредили, надо ее менять на другую доску. Очень сложно. А вот сейчас мы у них спросим, вот когда раньше был на саморезах, лучше было или нет? Марсель, лучше было на саморезах? Лучше. Лучше. Но на производстве дольше. Ну, не шибко, но чуть-чуть дольше, да. Говорят, в два раза. А это Марсель, его все хвалят. Ильдар, его тоже все хвалят. Есть бригады, которые могут монтировать дом месяц, а вы не можете монтировать дом месяц. Не, так не могу. Не умеете? Не-е-е. Ну, вот. Это за что вас хвалят тогда? Все, да? А в конце напишешь? Филин, филин, там, демо, вот так вот хлопники. А розыгрыш дома? А-а-а! Точно, пойдемте разыграем дом. Пойдем. Пойдем. Розыгрыш дома сейчас будет. Пойдем все вместе. Мне тоже не стыдно так. Давай я. Давай ты. Иди, разыгрывай дом. Дом! У тебя стена белая. Так, давно у нас анпакинга не было. Такая вот штучка. Не только же вы получаете профит от видео, но и я от ваших комментариев. Кстати, мыши, да, это же мышеловка, мыши пропали. Как только снег выпал, я оставил три ловушки, все время их оставлял. Нет, короче, больше мышей, потому что тепло стало. Как только стало тепло, эти твари, короче, перестали лезть ко мне в дом. Они под снегом делают себе домики. Вот. Греются там. Я даже вижу проталины. Вот. И... То есть всегда говорят, что все проблемы с мышами бывают не зимой, а именно там в ноябре, в декабре, когда еще снега мало. Вот. И тогда надо как раз всякие отпугиватели ставить, ловушки, а потом просто нет такой проблемы, как мышь. Вот. Надо же, китайцы, даже лестницу предусмотрели. Что это такое? Вы мышь. Вот. Секундочку. Вы мышь. Вы, значит, по этой лесенке бежите такие. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А тут вкусным пахнет. Вот здесь пахнет очень вкусно. Вот здесь. И вы такие. Вот. Мышь. Бежите. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тут вы наступаете. А тут... Что за фигу? Секундочку. Еще разочек. Вы мышь. Вот, чтобы вам видно было. Бежите, 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 бежите. Сюда забегайте. Опа. И упали. То есть сюда наступаешь и ходишь. А потом хрячь, как по горке. Для непонятливых. Секундочку. Для непонятливых, говорю. Так, где у нас тут еда? Где пахнет едой? А вот тут пахнет едой. Опс. И полное ведро мышей. Так, продолжаем вести нашу слежку за парапетом. А вот здесь парапет, ну, видно по колено, да, у них? И там снег лежит. А если парапета бы не было, снег бы не лежал. Вот, парапет имеется в виду, вот, видите, колено. И вот по колено парапет. А в наших домах снег не лежит, потому что там парапет 28 миллиметров. Обратите внимание, там, где есть яндовы, там, где есть примыкание сложной кровли друг к другу, там снег лежит и много скапливается. А в дачах и в любых плоских домах снег сдувает. Вот, если есть высокий парапет, там снег лежит, а у нас парапет 3 сантиметра. То есть у нас парапет это, по сути, доска, чтобы просто планку закрепить. Ну, не 3, чуть побольше. Ну, короче, вот такая вот высота парапета. Пройдемте, пройдемся по сараю. Сейчас здесь что-то там 20, там, чем-то домов, 25, что ли, я точно не знаю. Все это произошло буквально за полтора года. Вот. А многие из вас до сих пор сидят и думают, надо заказывать или нет. А вот, может, подешевле как-то будет. Напоминаю, первые скаут-дачи мы заказывали, ой, производили за 1 миллион 690 тысяч рублей. А вот сейчас мы подойдем к сотому скаут-хаусу, который двухэтажный. Мы вот вчера с Димой в бане были. Я говорю, Дим, а вот ты был в доме двухэтажном, который мы сняли с производства полтора года назад? Он говорит, был. Тебе там так? Он говорит, нормально. Я говорю, а что люди говорят? Они, говорит, хотят вот так вот сделать. Вот так вот. Но, говорит, не достают просто до локтей, потому что, когда мы запустили этот проект, он стоил 100 квадратных метров, 3 миллиона. Потом по экспоненте мы начали, когда считать и начали понимать, во что мы вляпались, он стоил с 3,5, 4, 4,5 и завершили мы там на 5 примерно. Вот. Почему? Еще раз. Пойдем, скажу почему. Пойдем. Вот, кстати, хотел обратить внимание на этот дом. Я точно не знаю, сколько он стоит, но ребят сказали, что там больше 13 миллионов, и внутри еще нет никакой отделки. Вот. Это к тому, какие сейчас реально цены, если вы сами начнете что-то делать. Ну, а Дима вам сказал, да, это в этой серии, про то, что у него терраска и 10 квадратных метров холодного сарая обошлись в миллион. Да ладно, не ори. А вот Петр. Петр, да? Петр, короче, купил ларьки от какой-то лотереи, обшил их доской и до сих пор живет. Хотя Петр мог себе позволить гораздо больше, но вместо этого он вкладывается в землю, в поселок. Ну, там есть колян с трактором. Вот. А что я хотел сказать-то, блин, забыл. Ну, пойдем. Ну, так вот, короче, еще раз объясняю. Многим непонятно, почему мы сняли двухэтажные дома с производства. Вот этот дом, в котором есть центральная система вентиляции от турков, в котором, значит, перекрытие собрано на деревянном двутавре 240 миллиметров, где перекрестное утепление, тыры-пыры, вот это вот все. Деревянные окна, вторые светы, мансардные окна. Вот этот дом монтируется, я уже говорил тысячу раз, четыре недели. Четыре недели мужики в чужих регионах, без нормальных туалетов, без санитарных условий. Короче, мы реально за два года производства этого дома демотивировали всех монтажников и растеряли практически всех, вот, благодаря вот этим домам. Мы вляпались в очень... Вот. А вот этот прекрасный дом. Видите, они что делают? Вот, самая сейчас большая трудность, пойдемте спросим, какая у них трудность. Льдак, что, тяжело? Ну, и вообще, как по маслу залетает, все собирается, очень легко. Да. Ничего не приходится не рассверливать. Как врет. Пруцки не подходят, приходится шлифовать. Короче, все, что им пришлось в этом доме переделывать, по большому счету, это решетки, которые перепутали. А вот в этом доме приходилось крыть кровлю, ставить водосточные системы, снегозадержание, стягивать модули по горизонтали, по вертикали, между собой, нашивать контрбрусы. Протаскивать вентиляцию, протаскивать, ну, короче, 4 недели. Хоп так, и набежало. Вот. И даже когда нам говорят, ребят, ну, запустите производство сотый дом хотя бы за десятку. Я говорю, нет, нет, нет. Нет. Это счетчик-то? Нафига себе. Ну, он типа вот должен связаться сейчас. Собретая будущее. Сейчас мы узнаем, сколько, пускай, удача потребила за год, да? Не, не за год, а, по-моему, 3-4 месяца. За 4 месяца. Да, по-моему, 4 месяца. Так, что это? 4136 киловатт. Киловатт. Ночной тариф, точнее, это день 2656. Ночь. 1480. Это скаут дачи 50? Скаут дачи 50. Это сколько? 3,5-4 месяца. Ага. Энергопотребление зимой. Энергопотребление зимой, да. С октября по конец января. Да, с октября по конец января. Ага, спасибо. 13 тысяч рублей стоит отапливать скаут дачу. По деревенскому тарифу. По деревенскому тарифу. 4,40, там, 76 днем и рубль 72, по-моему, и 74 ночью. Короче. Короче, грубо говоря, как я всегда говорил, 50 квадратных метров зимой стоят 5 тысяч рублей. 100 квадратных метров зимой стоят 8-10 тысяч рублей. Все, это вот, ну, на эти цифры стоит ориентироваться. Конечно, вот в том вот скауте, там цифра будет явно меньше, потому что там ППУ и утепление очень серьезные. Вот, но все равно ориентируйтесь на каждый квадратный метр. 100 рублей, вот, зимой. Стой! Вот, смотри. Просто дрянь. Нет, давай начни. Начни. Я так вот сюда ухожу, да? И начинается обзор. А вот где ты? Вот такой вход. Че ты? Коробки не лезут? Лезут. Смотри, какой он огромный. Он. Ну, в смысле? Смотри, какой он огромный. М-м-м-м-м. М-м-м. М-м. Субтитры сделал DimaTorzok